Здравствуйте дорогие друзья, это окончательный видос, я пишу последнее видео по поводу той ситуации, которая возникла у нас с техподдержкой. В итоге у меня для вас не особо хорошие новости, конечный ответ техподдержки меня конечно просто шокировал, но вы сейчас все сами узнаете. Вернемся немного к предыстории, в общем играл я матч на РМ, за ночь я апнул первую лигу, то есть это длилось 4 дня и ночью я апнул первую лигу. На следующий день за дня в 7 часов вечера я обнаружил, что у меня обнулились лиги. Пишу я в техподдержку, говорю у меня обнулились лиги, можно ли вернуть. Мне пишут, что нами был установлен факт нарушения о том, что вы играли с читером, ну то бишь в скобки, потому что по другому банить не должны. И если вообще принимать какие-то санкции, если ты не играл в читером в скобки, не должны, ты не виноват в этом. Ну вот, я пишу, что не может быть, я никого не приглашал из читеров, у меня всех с кем я бы не играл, кого я звал, они у всех, вся лига сохранилась, никто не заблокирован. Мне пишут, что вы были заблокированы из-за того, что вы играли с мастером их вперед с 13 по 17 числа. Эта катка была как раз за день до, ну, блокировки непосредственно меня. И получается, вот этого человека Мастеркс забанил я самолично. 14 числа. А мне пишут, что я с ним играл с 13 по 17 число. Далее узнаётся, что я им указал то, что этого челика как раз я и заблокировал. Далее оказывается, что также мне дали санкции, в связи с тем, что я играл с опять Красава 5 и боец вот этой вот циферки. И опять же, я спрашиваю, а как вы не можете посмотреть, что этих людей не было у меня в друзьях? Я же, ну, по логам можно посмотреть, что они не были со мной в скобке. Они даже у меня в друзьях никогда не находились. И конечный итог меня просто шокировал. В общем, я читаю сейчас, получается, даже если попался читерами достаточно часто, а это не более 5 матчей, почему мне снизили рейтинг до нуля? Почему не вышли количество выигранных каток с помощью читера из моего прогресса? Ну, то бишь, там штук 5, вот, блин, вот 6, прям это прям предел. То есть, меня взяли бы, отняли бы 6 побед и все, и как бы, это было бы справедливо. Вот, и получается, я спрашиваю, вы действительно признаете тот факт, что если час попадаст на читеров, не намеренно, не в скобки, вы их не зовете, то все равно тебя ждут санкции, независимо от того, что ты его не звал. И далее мне отвечают, если вы будете не просто попадаться, но и систематически получать преимущество на рейтингу матча о действии нарушителей, то да, санкции возможны. Мы при этом лишь обнуляем полученные достижения. Что это значит? Вы, человек, который играет, как и большинство игроков в нашем Ларфесе, вы играете в соло. Ну, максимум 3 человека. Вот, ну, это мой типаж. Я редко, когда играл, даже на стримах можно заметить, в 5 человек. Это уже ближе к первой лиге, потому что, играя не в скобки, там реально сложно. В соло, там, ну, практически нереально запустить. Вот, поэтому все играть вместе. Но, ближе к первой лиге попадаются читеры. Когда ты играешь в соло, ну, максимум 3 человека, вероятно, что к тебе кинет читера с того, кого он бустит, да даже без того, кто кого он бустит, очень вероятно, ну, большая вероятность попасться в читеры, чтобы вы понимали, когда ты играешь в соло. Вот. И в очередной раз мой врун нам показывает, что играть РМ в соло, это вообще без вариантов. Это нет смысла никакого. То бишь, допустим, ты играешь с 21 по 5 лигу в соло, по пути попадаются как из-за тебя, так и против тебя читеры попадаются. Ну, скажем, лиги на 15, да? Вы там встретили 5 читеров до 15 лиги, и далее играете снова с друзьями. Вот с 15 по первой лигу вы играете с друзьями и достигаете первой лиги. Что происходит дальше? Система распознает, что вы играли, пускай и с рандомным, но читером, и отнимают у вас первую лигу. И понимаете, что это будет поправимо, если это случится за 7 дней до окончания рейтингового сезона. Достижение, за которое ты сможешь получить только через год. Чтобы вы понимали. Всего их 12, и на каждый месяц свое достижение. И получается, тебя тупо банят, ну, точнее, лишают первой лиги из-за того, что ты попался с рандомным читером. Ты не виноват в этой ситуации. Как, блин, можно блокировать людей, которые не виновны в этом? Ты виновен в том, в чем твоя вина? Ты запустился один, ты захотел поиграть, испытать свои, как бы, ну, поиграть просто, вернее, в два матча. Потому что это один из самых популярных режимов. Из самых интересных режимов. У тебя, допустим, у меня, вот, допустим, представим, что у меня нет друзей, нету клана. Как мне быть? Я хочу развиваться, я хочу играть в эту игру, и, ну, честно, честным путем достигать каких-нибудь там не было высот. При этом, я, например, в свою очередь, о себе говорю, я частенько посылал жалобы на читеров. Вы можете посмотреть, сколько у меня запросов. Я наверх прокручу. Оцененных запросов 23. Запросов 20 для оценки 30. Это более 50 отправленных жалоб. И это не просто жалобы, которые, вот он читер, баньте его, без криншотов и видео. Больше половины, больше трех четвертых этих заявок, Это полноценные заявки с потраченным мною времени, записанным и выложенным видео, и заблокированными нарушителями. И как теперь общаться с техподдержкой? У меня ни слов. Спасибо за внимание. С вами был Плеер. До новых видосов.